Доктора смогли точно определить тот вред, который может представлять для нашего здоровья ожирение. В результате получилась не самая веселая картина. Фактически риск смерти в ближайшие 26 лет от того или иного заболевания, связанного с ожирением, возрастает на 2%. С каждым лишним полкило для взрослой группы от 50 до 62 лет на 1% для взрослой группы от 30 до 49 лет. Это означает, что если человек весит на 22 кг больше идеального веса, то риск смерти через 26 лет колеблется от 50 до 100%. Статистика также показывает, что такие люди живут на 5-7 лет меньше, чем люди с нормальным весом. Даже если человек весит на 4,5 кг больше нормы, то риск не дожить до старости. Кроме того, такие люди в 2-3 раза чаще болеют диабетом и имеют повышенное кровяное давление. Когда вы похудеете настолько, что достигнете идеальной точки зрения здоровья веса, каково правильное соотношение роста и веса, предлагаем освоиться с добрицами крупнейшей американской строковой компании «Метрополит Лайн Шурнс Кампель». Взгляните, пожалуйста, на ваши жировые складки и определите, в каком месте они наиболее толстые и массивные. Большое влияние на продолжительность жизни оказывает то, где на вашем теле откладывается жир, чем то, сколько его откладывается. Если жир у вас откладывается в верхней части тела и в области живота, то вы в большей степени предрасположены к повышенному кровяному давлению, к высокому содержанию крови жирно-кислов, а также и диабету, чем в том случае, если он откладывается в нижней части тела. Когда вы сбросите лишний вес, ваше тело простит вас за прошлые вихи. Исследования показывают, что при восстановлении нормального веса тела степень риска преждевременной смерти снижается до минимального значения. Но если ваша мечта в престии стройное тело становится навязчивой день, то это может оказываться даже гораздо вреднее, чем на 70-ки лишних килограммов. Чрезмерная худоба, равна как и потеря аппетита и недостаточное питание, крайне опасна. Многие не хотят бросать курить из страха растолстения. Таким людям следует знать, что если они и наберут несколько лишних килограммов в результате отказа от этой вредной привычки, это не будет представить такой опасности для здоровья, как курение. Курильщик среднего веса рискует умереть раньше времени, ровно в такой же степени, как и некурящий человек, имеющий 18 килограммов лишнего веса. Никто не призывает вас избавляться от последних килограммов жира на вашем теле. Небольшая жировая прослойка – это вполне нормальное явление, и тому же совсем не обязательно быть похожим на топ-модель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова